Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 июня, Православная Церковь совершает память святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, всея Сибири чудотворец, в миру Иоанн, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Эфросини было семеро сыновей, из которых Иоанн был старше. По окончании Киева Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерское обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрывается его исключительный талант, красноречие и благодатные дарования. Он придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Ее он развивал и в проповедях, и в своем следующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Элеотропион» – «Подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли с божественную волею». Из многочисленных творений святых отцов православной церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой вопрос христианской сатериологии. В 1685 году его отправили с посольством в Москву. Там патриархом и акимом он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киева Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенного предстательства пред Господом и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал «Служи завтра и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чевствования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января 1697 года патриарх Московский Евсея Руси Адриан с собором епископов Хиротонисал Архимандрита Иоанна воепископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархии епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который по мысли святителя должен был украсить Черниговские Афины, школу просвещенного благочестия. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу это была первая семинария в России по образцу, который стали открываться духовные семинарии в других епархиях русской церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. Профессор Максимович в 1888 году перевел элеотропион на современный русский язык. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, указывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеймоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведению в Сан-Митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и в Сеосибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове. Усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером, митрополитом Филофеем Лещинским. Продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относится издание митрополитом Иоанном и Леотропиона на славяно-русском языке, чтобы его понимали и сибиряки. Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года по старому стилю святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священномученика Тимофея, епископа Прусского, празднуется обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского. Чистуется Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских Святых, а также священномученика Митрофана Пресвитера и иже с ним мучеников многих, преподобной Фомаре Марджановой Исповеднице, преподобного Силуана Схимника Печерского в Дальних Пещерах, мучеников Александра и Антонины Девы, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Васиана, епископа Лавдийского, священномученика Тимофея Ульянова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok